Ну что, друзья мои, я не планировал так быть, и, наверное, я так и не буду, потому что это мне только что подарили. Но не она. Я, конечно, всех историй не могу рассказывать, но одну я расскажу. Как-то Мария, так зовут нашу сегодняшнюю гостью, заезжала ко мне на Маховую улицу и на моем продавленном матрасе ходила по мне ногами. Это был массаж? Да, это был массаж, да. И при этом она говорила, что типа, ну-ка вдохни. Я так вдыхала, она такая прыгала, и у меня трещали эти. А потом я спрашиваю, Маша. Тогда я была полегче. А когда, где ты так научилась это делать? Она говорит, а я нигде не училась, я на тебе учусь, сказала она мне. Я подумал, это великолепно. Мария Евневич, владелец заводов газет пароходов, в частности, всяких разных DIY-сетей, декан СПБГУ. Какой вы декан? Ой, доцент. Доцент. Ну, я думаю, когда-нибудь, может быть, мать детей, жена мужей, в общем, активная социальная женщина, бизнес-лумен и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, соответственно, мы находимся, я так понимаю, на районе, потому что, если не ошибаюсь, у тебя же квартира основная здесь, изначально. Ну, не совсем прямо здесь, нет, сейчас на Крестовском, но все равно Петроградка это ближайший район. Понятно. До центра мне обычно лень выбираться. Расскажи твои предпочтения по выбору заведений алкогольного типа. Если тебя выгрозило пойти в заведение алкогольного типа, то желательно выбирать надежные заведения со всех точек зрения. И с точки зрения качества алкоголя, и с точки зрения качества еды, и с точки зрения контингента. И желательно, конечно, быть знакомым с людьми, которые здесь работают, которые владеют заведением и так далее, потому что алкогольное заведение, такое место, мало ли что может произойти, лучше, чтобы все было под контролем. Если не у тебя, то хоть у кого-нибудь. У тебя происходило? Ну, знаешь, Павел, у кого только что в жизни не происходило. Но всегда все было под контролем. Всегда все было под контролем. Понятно. Давай тогда закажем твой какой-то коронный этот... Здесь, на самом деле, это пивной бар, и здесь хорошие карты по виске и так далее. Но так как я девочка, я, конечно, люблю шампанское, игристое, там, просека, креман и так далее. И несмотря на то, что это пивной бар, с учетом того, что как раз это то место, где я отлично знаю и барменов, и хозяев и так далее, они завели под меня игристое, причем мое любимое просека бельстар. Причем в некоторых барах есть только белое, они завели и белое, и розовое. Надеюсь, что розовое у них сегодня тоже есть. А они тебе не рассказывали, кроме тебе его вообще кто-нибудь потребляет здесь? Знаешь, как оказалось, в итоге да. То есть они вот поэкспериментировали, оказалось, что не я одна его пью, и не такая-то страшная позиция, и оно не выдыхается между моими приходами. Понятно. Тогда, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно позвать кого-нибудь. Ну, я вообще обычно за баром сижу, но можем махнуть рукой, и кто-нибудь придет. Да, давайте мы махнем. Можно вас? Сейчас тебе принесут. Я сегодня такой больше, конечно, дегустирующий, как обычно. А ты сегодня по водичке? Я алко-ку-колт какой-нибудь назвал. Ну, ты же на работе, да? Это я уже работу закончил. Леха, а можно попросить, что, бокал Бельстара? Розового есть? Не-не, один. Ну, я могу сразу два, но лучше один. Нет, нам еще в другие бары идти. А? Ну, можете приглашать чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, может быть, ты хочешь борща? Нет, я не хочу борща. А здесь такой борщ. Слушай, я... Если кто-нибудь закажет, мы можем попросить посмотреть. Я, кстати, борщ с игристом, может быть, кажется кому-то неправильным сочетанием. Ну, давай борща закажем, хотя бы ты их посмотри. Да, я если не хочу... Ну, один на двоих. Я хочу тебе задать вопрос. Я уверен, никто никогда тебе его не задавал. Никогда в жизни. Так. Как тебе удается вот это все управлять, воспитывать? Ты, кстати, издеваешься над своими студентами? Над студентами? Да. Нет, я их воспитываю. Но некоторые считают, что издеваюсь. Ну, я уверен, что тебя часть студентов просто ненавидит, как строго. Знаешь, главное, чтобы чувства были и не было равнодушия. А потом проходит какое-то время, и очень часто чувства, которые в моменте были отрицательными, они преобразуются в положительные. Это вид до ненависти, как ты знаешь, один шаг. И многие студенты, которые там злятся, когда они не могут получить оценку за экзамен с первого раза или еще что-то, потом через несколько лет оказываются очень благодарны за то, чему они научились и вообще в принципе. Хотя наверняка я допускаю, что есть те, с кем я не общаюсь, кто благодарным не является. И в душе там считают, ну, что ты Евневич с тучкой. Ситуации, когда люди, которые в моменте были довольно злые, а потом поняли, что они были неправы, и на самом деле все это было не зря, их очень много. И за годы преподавания их... Сколько ты преподаешь уже? 15 лет. Никому не говори. Я просто начала в детском саду. Мы никому не скажем, что Евневич преподает 15 лет. Никому. Слушай, а бывает так, что вот человек отучился, и потом он к тебе приходит с какими-то вопросами, советами или там... Ну, не то, что бывает. Мы даже стараемся это максимально мотивировать, организовывать и так далее. Сейчас у нас идет уже второй год серия мастер-классов. Мы зовем именно выпускников нашей кафедры, многие из которых учились в том числе и у меня, или у тех, у кого еще я училась когда-то. И они приходят, выступают перед студентами и рассказывают им в том числе, ну, и чего они добились, и какой у них сейчас бизнес, как они строят управление, то есть рассказывают какие-то конкретные кейсы. Но они все практически говорят, что на самом деле это сейчас кажется, что эти знания им, может быть, не пригодятся, может быть, бесполезны и так далее. Один парень приходил и рассказывал, что по книжкам Ивана Петровича Бойко, это вот экономика предприятия, наш самый, так сказать, жесткий кафедральный предмет, что по этим книжкам он сейчас дрючит своих финансовых отделов, директора и так далее. Вот так надо работать. Вот здесь написано, как правильно, а вы фигню какую-то делаете. Серьезно? Даже показывал их, что они у него сохранились. Значит, я поясняю. Спасибо. Очень часто некоторые особо одаренные люди обвиняют нас в том, что мы нищеброды и пьем обычно очень мало алкоголя в кадре. Мы пьем за кадром. Да, да. Ну, на самом деле, конечно, мы пускаем пыль в глаза, мы делаем вид, что мы... Ну что, будем борщ просить хотя бы для красоты? Ну, сколько вы будете готовить? А я сейчас спрошу. Да, да. Да, я сейчас спрошу. Я не знаю, что со мной не так, но я никогда не понимал шампанское. То есть я знаю, что его любили там в 19 веке всякие там Пушкины, Лермонтовы и так далее. Вот это вошел и пробка в потолок, да, АИ и так далее. Но я хрен знаю. Может быть, из-за того, что моя алкогольная молодость прошла на очень жестких напитках, таких, как спирт Роял, всевозможные ликеры, которые делались, мне кажется, из вот этих вот, как это называется, то, что в химических опытах используется, да, из Германии привезенной. Поэтому, но... Но, когда я слышу, сколько стоит нормальное шампанское, это, конечно, огонь. Расскажу одну историю, которую мне поведали мои коллеги. Сказали за пять, значит, за десять точно отдам. Ну, отлично, все. В Москве компания, в которой я работал, выделили депозит в одном ресторане для того, чтобы они отметили. И двое человек приехали пораньше. И им говорят, ну, типа, может, пока по шампусику, пока вы ждете? Я говорю, ну, давайте. Может, еще? Я говорю, ну, давайте. И потом они говорят, вы знаете, вы только у нас, когда вот мы будем подходить к границе депозита, у нас тормозить, а вы уже как бы ушли в минус, потому что это им назвали там какого-то шампанское, которое там стоит. Это самое дорогое из шампанских, которое осталось в России, да? Да. Я у тебя, вот, знаешь, просто на полшишечки отобью, чтобы совершенно... Как проходит твоя жизнь? Как все успевать, когда ты... Когда у тебя... Ну, понимаешь, вот, я даже человек, который всего лишь там пишет книжки, водит экскурсии, там... Всего лишь пишет книжки, я его... Ну, я все равно не успеваю ни хрена. А думаешь, я все прям так успеваю? Ну, знаешь, а как это? Можно что-нибудь рассказывать про тайм-менеджмент? А на самом деле мы все знаем, что тайм-менеджмент это наука, которую придумали люди, которым она не нужна, для людей, которым она не поможет. Вот. Мне в свое время, хочу тебе сказать, вот этот пирог с нарезкой помог один раз. Ну, там важное, несрочное, срочное, неважное. Это, кстати, мне тоже один раз помогло. Да, делишь, да. Но это мне помогло тогда, когда я был главредом в Москве, когда я управлял там все... Ну, потому что у тебя всегда есть что-то очень срочное, но не самое важное. Есть важное и срочное, а есть важное, но не срочное, которое на самом деле очень важное. Но оно все время теряется, потому что очень много важного и срочного, и срочного, но не важного. Но вот если об этом помнить, это уже сильно помогает. А так вообще, слушай, я не езжу за рулем. Когда ты перестала ездить за рулем? Я перестала ездить за рулем где-то, наверное, на второй беременности. Что-то у меня как-то отвалилось этот кайф. Я-то раньше помню, как я ездила за рулем. Мы один раз с Машенькой летели. Летели, я как сейчас вспомню. Причем, вот знаете, говорят, вся жизнь перед глазами пронеслась. Вот я помню этот момент, потому что она орала, а я думал, перевернемся или не перевернемся. Перевернемся, не перевернулись. Да, ну в итоге замесло нас. Нормально, в сугроб заехали. Сугроб был мягкий, все было хорошо. Потом колесо поменяли, да и поехали сюда. Вот. Это экономит чудовищное количество времени. Вот люди, которые ездят на машине, это прогреться, припарковаться, найти это место для парковки. Ты едешь, ты когда едешь, ты максимум можешь по телефону, по гарнитуре говорить. Я когда перемещаюсь, у меня много перемещений, там, университет, работа, все в разных концах города и так далее. Я когда еду, я могу проверять почту, могу читать документы, я могу даже компьютер достать, ну и в Excel залезть. То есть, это экономит колоссальное количество времени, потому что, потому что у тебя нет, нет, у некоторых людей, там, мы не в Москве, конечно, но даже здесь 3-4 часа у многих людей занимает в день дорога. За 3-4 часа можно очень много всего сделать. Ну, вообще, я... Это такой совет, конечно, управленца. Да? Совет управленца больше. Ну, так, а нужно дальше посмотреть все остальные дела, которые занимают у тебя слишком много времени. Например, приготовление пищи. Вот у меня приготовление пищи. Я не очень много чего умею готовить, но для меня это развлечение. Потому что мы даже снимали как на пятом канале, когда я работала сюжет, сколько стоит приготовить... Да, я же на пятерке работала, да, 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 да. Сколько стоит приготовить котлеты дома, и сколько стоит купить котлеты в недорогой столовке того же самого Пятого канала. И оказалось, что дома-то готовить дороже. А вы, то есть, в ее консистенции, состав, есть проверяли? Ну, прямо до такой степени не проверяли. Я, конечно, напоминаю, что там что-то купили в столовке, съели, съедобли. Потом поехали домой, значит, начали все это готовить, сопоставили количество котлет, а потом прикинули еще количество времени, которое это заняло. Даже без времени получается сопоставимо, а если посчитать это время как рабочее, например, то тоже получается, что ты потратил тучу времени. Поэтому если тебе в кайф готовить, то это нужно делать иногда, но не как обязанность. Вот, и еще есть много вещей, которые можно делегировать. Неквалифицированный труд, например. Когда я в газете работала, мне нужно было делать много интервью. За интервью платили хорошо, но к интервью нужно было сначала ты поговорил с человеком, потом нужно было сделать расшифровку. Я нашла в интернете девочку, которая мне за три копейки делала расшифровки. У меня производительность по количеству интервью, которые я могла делать, возросла в два раза. Но это банальные советы, да, там как бы из самого простого. Почему-то нашли одним и тем же путем. Если оптимизировать более-менее все процессы, то так оно и получится. Но еще я исторически сплю не очень много, довольно быстро высыпаюсь. Я просто тоже очень мало сплю. Как физиологически так случилось? Нет, я мало сплю по другой причине, но тебе хватает, да? Как это, наспаться впрок невозможно, проверено практикой. Нет, но это же отражается на твоем состоянии в течение дня? Да нет, очень быстро раскочегариваешься. А помнишь, ты говорила, что ты экспериментировала там, что-то не 24, а вот этот цикл какой-то? Ой, ну это так давно было, но я экспериментировала. Я бывала, что я пыталась там двое суток не спать, еще что-то. Ну, по-разному получилось. Я и не есть пыталась, у меня в молодости было много экспериментов над собственной физиологией. О, смотри, вот это борщ. Приятно. Это зима. Борщ с шампанским. Я же говорю, здесь не только шампанское, здесь еще и вкусно кормят. А еще здесь музыка. А еще тут как соберутся всякие хоккеисты, футболисты. Хочешь ложечку попробовать? Не хочешь? А ты не хочешь ложечку попробовать? Ну-ка, чуть-чуть. Давайте, да. Ну, ложечку хоть попробовать, да. Да, вот с чесночком. Ну, что-то хоть. А, нет, ну, ложечку я попробую, конечно. Я-то его здесь все время ем, я поэтому с удовольствием выступлю, я вот вообще не голодная. Слушай, я до этого, мне очень рекомендовали борщ в полите, мне он понравился. В полите? В полите, я знаю, я так и не попала туда, я как-то однажды решила посмотреть, на что это похоже в пятницу вечером, увидела на улице очередь примерно из 30 малолетних. Ну, я же не знала, я думала, рюмочные все, рюмочные. Я поставила себе как раз карту посмотреть, что интересного открылось в городе. Мне сказали, что это в прошлом году открылось, но посмотреть можно. Я подъехала, посмотрела и пошла. О, с остроганинкой, с салом, с чесночком. Ну, прямо это вот после этого, после этого любимая. Поэтому лучше есть вместе, да? Да, я поведу тебя. Ну что ж. Приятного аппетита. Я просто очень долгое время ходил и везде тестировал борщи. Ну, у собаки Ру даже есть номинация типа лучший борщ. Вот, и я тебе могу сказать, что это борщ прямо борщ. Я плохого не посоветую, на вот тебе. Слушай, а вот, кстати, ты же наверняка занималась точно так же проблемой здоровой пищи. Ну, это было очень давно. Потом я поняла, что здоровая пища – это просто когда здорово. Ну, понятно, в общем. Для плоского живота надо есть плоскую пищу, да? Блины, шоколад и пиццу. Нет, это в ковид надо есть, то, что под дверь пролезает. Ты сейчас спортом занимаешься? Не особо. Ну, так. Могу зарядку сделать. Могу на шпагат сесть. Ты спор садишь, что ли? Да. Блин, ну, это завидно, да? Что я никак. Абсолютно. Хорошо. Минимальный набор, типа, достать руками напрямую ногу до пола, сесть на шпагат и так далее. Это мне еще доступно. У тебя довольно была активная, ну, и продолжается семейная жизнь, да? Ну, да. Какой по счету мужик? Ну, прям мужа у меня было три, но... Ну, я понимаю, нет, мы сейчас пока. Если считать его гражданским, то четвертый. Четвертый. Хотя, с юридической точки зрения, все мужья гражданские, если это не церковный брак. А тот, который не зарегистрированный, называется просто сожитель. Ну, вот, расскажи мне, это просто для меня крайне интересная тема, вообще, по поводу семьи. Каким выводом ты пришла к четвертому браку? Вообще, вот, семья, она... Ну, просто у меня есть свои, везде, наверное, это еще, да? А она, всевозможная, хорошая, надежная, твердая, счастливая семья. Вот так, знаешь, причем, чтобы надолго. Ну, я не знаю, у меня разные были сроки там. Два года, семь лет, сейчас вот три с половиной уже, пока держимся. Вот. Причем, на удивление, все знакомые говорят, что ты лев, а он скорпион. Три года? Да ладно, да не может быть. Хотя, я не очень в это верю, но мы ругаемся, обязательно. Хотя, с предыдущим мужем я не ругалась один раз с ним. Поссорюсь капитально и сразу намерт. А вот с этим мы ругаемся, 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 ругаемся. И, видимо, до такой степени до ругались уже. Ну, поругались, и ладно. С утра встали, завтра приготовили, пошли. А вам чем занимается? Он разработчик. Айтишник. И дизайнер. И музыкант. Ну, и вот расскажи секрет, как бы, вот, как у тебя, за счет чего этот брак. Ну, ты же реально, посетка, вся вот, просто по горло занятая. Более того, ты же еще и... Нет, не было никогда такого, что, ну, типа, ты зарабатываешь бабки, ты вот, как бы, вот такая... Ну, слушай, айтишники сейчас тоже неплохо зарабатывают. Нет, а как у вас происходит, ну, не то, чтобы делишь бабок, но все-таки у вас же есть какой-то там бюджет семейный или прочее? Как он формируется? Формируется семейный бюджет. Да черт его разберет. Как формируется? Ну, вы не ведете учет. Ну, как это? Мне было проще, если бы он сразу мне зарплату отдавал, а я дальше ввела учет. Но он почему-то не соглашается. Странно. Непонятный мужик какой-то. Как нерусский просто. Такой понятный план. Так, ладно, слушай, ну, надо потихонечку думать к следующему заведению. Да, мы как? Мы как-то организованно выходим или просто... Конечно, у нас есть четко намеченный план, Мария. Давай сделаем переход через борщ. Давай сделаем переход через борщ. Ну, слона-то я не заметил, мы же даже не сказали, где мы находились. Вол на Петроградке. И сейчас мы пойдем... Давным-давно хотел я сделать реверанс в сторону еще одного, можно сказать, символа Петроградской стороны, Кати Букучавы, которая, в общем-то, неоднократно меня извала сюда, в свои заведения. А тут Маша говорит, пойдем в восьмерку? Я говорю, так, конечно, пойдем. Вот. Ты... Почему? Давай... Так, нам сюда. А зачем? Нет, нам туда? А, да, да, туда-туда. Это на этой стороне... Гид Павел Перец. Здравствуйте, друзья! Сейчас я вас проведу тайными тропами. Почему мы идем в бар 8? Ну, это хороший винный бар. Там отличная винная карта и приятный контингент. А главное, что там вся сумасшедшая тусовка происходит по выходным. А я люблю зайти туда в какой-нибудь будний день, потому что сейчас там, на самом деле, будет спокойно. Вот. Если, может, даже вообще никого не будет. Будем там просто одни. А что, тебе не нравятся буйные тусовки? Нравятся, но иногда хочется просто посидеть, потрещать с барменшей. А вот скажи, пожалуйста, ты... Для тебя это вообще, как это, своего рода отдых, да? То есть ты... Как ты расслабляешься, Евневич? Да по-разному. Ну, помимо того, что ты по барам ходишь. Все-таки есть еще какие-то... Итак, сегодня мы выясним. Мария Евневич. Я, на самом деле, очень люблю людей. Мне с ними интересно. Вот ты знаешь... Я, поэтому, люблю контактные барные стойки. То есть прийти... Не обязательно даже алкоголь. Можно и чай пить. Приходят разные люди. Все... Как-то с ними общаешься. Узнаешь что-то новое. Как люди живут. О чем они думают. Это, на самом деле, очень важно. У тебя бывали какие-то... Для меня вот это вот... Какое-то такое, значит, неструктурированное социологическое исследование. Оно тоже является способом расслабления. И, как бы, смены... Ну, даже не антуража, а того, что в голове происходит. А вот там то работа, 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 то еще что-нибудь. У тебя бывало так, что какие-то такие встречи, какие-то такие разговоры, напалкивали тебя на какие-то решения или, может быть... Конечно. Ой, ребятки, слушайте, ну, раз уж мы здесь, я не могу этого не сказать. Вот отсюда выходит в самом начале бандитского Петербурга актер Лавров и тащит, соответственно, украденную картину. И второй прикол заключается в том, что именно здесь, значит, Чилищев сидит в парадном подъезде, хотя по факту это происходит в доме трех Бенуа. Я подставлю, сейчас мы сделаем котню, мы подставим, соответственно... подставим, мы подставим эти отрезки. И пойдемте. Ну, пойдемте. Макучао говорил, что она очень долго посла этот угол, и в итоге выпасла. Ну, слушай, но этот бар давно существует, я не помню, сколько лет. И мы-то как-то не вчера родились. Сейчас, соответственно, там две партнерши, две Екатерины. И там сейчас будет вторая Екатерина. Понятно. Бывало у тебя так, что какие-то вот такие разговоры и ситуации, которые происходили возле барной стойки, как-то, может быть, на тебя что-то наталкивали? Они все время дают какие-то мысли, если ты не просто так разговариваешь, а слушаешь людей. Вообще, где бы ты людей ни слушал, хоть в маршрутке, это все равно натолкнется бы на какие-то мысли. Вопрос как это? Насколько это мысли полезные? Великам. Здорово. Здорово. Вот и бьютифул герл. Мой нейм из Эммануил Кант. Да. Я, конечно, надеялся увидеть здесь еще одну Екатерину, но вы тоже. Ее нет в городе. Ее нет в городе. Может быть, и стране тоже. Она все время будет уже разъезжать у нас на всяких там сантимов писать. Это Екатерина, совладельца бара. Красивый такой Катя. Очень. Катя, они все такие. Ну, на самом деле, не просто совладельцы. Самые тяжелые моменты, как раз когда пятница и так далее, Катя стоит за стойкой. Ну, вообще, как бы, вот, кстати, еще у них же есть супи-суши. Ну, это в других местах. Да, да. Место и какая-то кофейня еще. Она уже не кофейня. Теперь нет, супи-суши остались на модельно-польское теперь. Они переехали. И ресторан-место на Кроннерском проспекте. Ну, это как бы флагманский был ее проект. Он был до этого на Ленина, а потом уже, да. Потом он переехал туда. Ну, мы зайдем туда. Да, здесь веселые картинки по стенам. Что ты опять пьешь? Что я пью? Что она пьет? Розовое вино в Провансе. Розовое вино в Провансе. Апти-дувен-де-Провансе. И прочее, прочее. Ванхозы. Ну, ладно, я буквально опять-таки на полшишечки пригололю. Я тебе еще, знаешь, что рекомендую? Сейчас. Вот. Вот это вот. Вот это вот. Форменное безобразие. Невозможно остановиться грызть. Вот это? Да. То есть ты решила сегодня вот это сало, соломка. Хорошо, что я прессик покачал все с утра. Молодцы. Какие у тебя истории меня действительно потрясали, которые ты слышал в барной стойке? Я понимаю, что их было миллион. Вы знаешь, этот вопрос, а теперь вспомните три смешных случаи своей работы. И ты такой. Сейчас. Начинаю вспоминать. Так, ну, странно было ничего не такое, да? Просто это же, мне кажется, это самое классное, вот, перещать за барной стойкой. Ну, давай начнем с того, что с двумя из своих мужей я познакомилась за барной стойкой. О! Уже. Так что смотри, это такой мой. Девочки. Это мой маленький тиндер. Офлайн, удобный. Лайфхак. Идите в бары. Хотя, я думаю, такой лайфхак, знаю, из области капитана очевидность. Ну, да. У меня сегодня знакомый москвич, который у меня в каком-то часике спросил. Слушай, объясните мне, что такое тиндер? Я ему говорю, это как для тебя, что-то там, бочка и пробка, условно говоря. Я об этом говорил, на самом деле, уже в предыдущем интервью. У тебя хоть раз было желание запостить фотки твоих детей? Желание было, но не могу сказать, что сильное. И, то есть, не до такой степени, чтобы прямо... Я считаю, что захотят дети, сами запостят. Просто Маша уникальна тем, что у нее нет ни одной фотографии детей в ее соцсетях, потому что сама она ведет достаточно активную жизнь в социальных сетях. И это в наше время на фоне «я же мать» и вот это все такое прочее, да? Слушай, вспоминается там в таком же, это в американском фильме было, то ли со Сталлона, то ли где «сбрось маму с поезда» или что-то там такое. Где там какой-то взрослый дядечка, а за ним все время бегает мама и голожопые фотки его всем показывает. Да-да-да. Вот, и все не хватало. А они уже начинают вести какую-то жизнь в социальных сетях? В мессенджерах, в соцсетях у них нет. Нет? Это твое решение? Нет. Нет? Как-то они не интересуются. Я не знаю, может, по-другому как-то у них все происходит сейчас. Это же странно, потому что сейчас... Нет, сейчас многие, да, там и тиктокеры, и ютуб-каналы и так далее. Но вот мои как-то не особенно интересуются. Старше 13. Ну, это вот прямо сейчас самый смак. Может быть, они какие-то тайные от меня, ничего нельзя исключать. А ты, ну, насколько, как бы, у тебя хватает времени на общение с ним? Ну, я как-то за информационную безопасность я, естественно, переживаю, как и все родители сейчас, потому что так жизнь складывается специфически в этом плане. Вот, так сказать, интернет таит в себе много опасностей. Особенно для людей, у которых не особенно к этому подготовлено психик, опыт и так далее. Кто хотя бы с информацией не работал столько, сколько мы, и журналистом не был. Вот, но я там старшей дочери стараюсь объяснять, что нужно верифицировать источники, что не вся информация, которая существует в интернете, правдива. Ну, сыну, которому 10, тоже я уже это объясняю. Да и дочке, которой 7. Ну, потому что дети, ну, они по природе свои доверчивы, да, они увидели какую-то картинку в ютубе, они почему-то думают, что это правда. Потом одному кошмара снятся у другого. Это ты только про детей, да, рассказываешь? Ну, я не знаю. Я так понимаю, что я привыкла к тому, что я подвергаю сомнению любую информацию, которая исходит из источника, которому я априори не доверяю, да? А ты, ну, ты же понимаешь, что вот такая поведенческая модель, она характерна, не знаю, там, для полутора-двух процентов населения стороны России. Не только России, кстати, во всем мире так люди живут. Поэтому я еще часто говорю, что, на мой взгляд, в школе какие-то предметы, возможно, уже избыточны, в силу того, что информация очень быстро меняется и так далее. Может быть, их нужно изучать как-то по-другому. Каким примером? Ну, так сходу и не скажешь, но я помню, что когда я училась в школе, меня учили рисовать что-то на компьютере в 286-м, понимаешь? Ну, и смысл в этом, да? С этим дети и сами справляются сейчас уже, и каждый раз эта техника улучшается. Нет предметов, которые полностью избыточны. Знаешь, вот про какой предмет не спроси, а главное любого учителя. География – мать всех наук, математика – мать всех наук, физика – мать всех наук, биология – мать всех наук. И с ними даже не поспоришь. Но обязательно нужно учить сразу работать с правдой, что ли. Ну, наверное, абсолютной правды нет, но хотя бы с верификацией, умение работать с информацией, анализировать ее, отбирать зерна от плевел – это очень важно в современном мире. Но почему-то вот такого предмета, как, условно, информационная безопасность с первого класса, почему-то его нет. А я бы ввела. А тебе не бывает, ну, не хочу говорить про себя, не бывает грустно от осознания того, что вот то, что ты говоришь, оно там подавляющее большинство населения, абсолютно… Я просто тебе расскажу, я видел тут недавно интервью с Константиновым. Не безусловно тебе. Он постарше нас, то есть это предыдущее поколение. И вот у него уже на челе написано вот это, знаешь, вот абсолютно усталость от понимания ситуации в принципе. Что ты как бы, когда человек столько занимался информацией и видел это все в таких, даже где мы с тобой не бывали, да, он там военный переводчик и прочее, да. Ну, согласна, да. Я читала его литературу. Да, и он уже понимает такие вещи, ну, которые вот ему понятны, и он понимает, что другим они непонятны и никогда не будут понятны. И вот у него, это у него просто это читается на лице, что он уже просто задолбался от этого, вот он, уже вот ему уже все, и он уже плевает. Если ты помнишь, у меня мой покойный дед, он очень известный математик. Да, я вот как раз рассказывал. Да, да, да. Получил аналог Нобелевской премии. Премиум Шао, это китайская Нобелевка, тоже миллион долларов, потому что математикам Нобелевку не дают, а математикам. Потому что считается, что это вроде как жена Нобеля ушла от него к математику, и поэтому математикам дают китайцы. Да, что интересно, что у Нобеля не было жены. Ну, вот я говорю, это такая как бы мифологическая история, почему математики там нет, науке неизвестно, даже математике. Вот, и как-то я деду спросила, говорю, дедушка, а вот то, что ты знаешь, сколько людей в мире тебя понимают, вот прям полностью, вот то, что ты делаешь, вся вот эта вот квантовая математическая физика и так далее. Он сказал, ой, Маш, ну на самом деле очень много людей, ну, наверное, почти 200 человек. Поэтому не все обязательно должно быть одинаково все. Ну, я имею в виду, что ты... Ну, конечно, грустно, да. Вот. Да, ну то есть... Ну, то есть, как бы, тебе не возникает такого образа, а нахрена это все? У меня была ситуация, я еще когда... Подожди, а кто-то же должен это знать? Ну, а нахрена? Ну, иначе мы придем в какое-нибудь очень плохое место все вместе. Я еще когда учился на курсе гидов-переводчиков, со мной рядом сидела выпускница Фил Фака, Анечка Галукционова, и нам рассказывали историю про то, как, значит, пришла девочка сдавать экзамен. И она там, Jesus Christ, Jesus Christ. Ну, ее поправили раз, что Jesus не Christ, он Christ. Поправили два. Потом начали объяснять, и выяснилось, что Машенька, или кто там... Они знают не то, что кто такой Jesus, и вообще, как бы, she doesn't know anything. И Анечка, которая слышит эту историю, она кричит на всю залу, «Боже, как я ей завидую, какая она тупая, как я ей завидую!» И как бы, на самом деле, это парадоксальное, ну, высказывание, но его можно понять, потому что иногда ты думаешь, она, наверное, да? В тебе все эти знания. Вот ты это все знаешь. Ну, понятно, ясно. Ну, в общем, у тебя не бывает депрессника по этому поводу? У кого сейчас не бывает депрессника по любому поводу? Нет, 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 именно поэтому, потому что у меня бывает. Конечно, бывает. А учитывая, что я преподаю, и на меня еще там наезжаешь, и типа, зачем вообще всему нас этому учиться? Нам это никогда не пригодится. Мы вообще... Я говорю, подождите, а тогда зачем в принципе пришли в университет? Это же широкое образование, да? У меня нужно было идти в колледж, там бы вас научили сразу специальности, вы бы там через два года уже зарабатывали деньги в правильном месте. Столяр! Краснодельщик по первому образованию. Ну, например. Мне, кстати, помогло пару раз, очень серьезно. Да, поэтому сложно сказать, правда. Ну, это, конечно, бывает. А у кого не бывает? Да. А я просто, у меня нет решения этого вопроса, я не знаю, что с этим делать. А его и нет, мне кажется. Значит, если бы мы знали решение этого вопроса, мы, наверное, уже были бы, прости, господи, боги. А мы так себе... А мы и так ничего. Так, Данил, давайте мы покажем, наконец, атмосферу этого прекрасного заведения. Да, да. У нее пошире. А? У нее пошире. А? У нее пошире. Ну, неважно. Вы все покажите. Ну, смотри, зато. Марис, какой потолок. Да. Во-первых. First of all. Или, как говорят у нас... Что, кстати, за потолок? В гидах плафу. Это же чье-то произведение. Это библейский сюжет свадьбы в Кане Галилейской. Ну, один из вариантов. Библейский сюжет свадьбы где? В Кане Галилейской. А? Там, где вода превращается в дом. Боже мой. Ну, вот смотри, а вот смотрите, шикарные подоконники. Старый дом. Сколько это? Метр, метр, наверное, да? Толщина стены. Не меньше метра. Даже больше. Вот на таком подоконнике, например, вместо швейной машинки помещается диджей с пультом и играет здесь по выходным. Я... И пять человек. И делает вот так вот. Именно так же. Все они делают. Давайте я покажу, как они делают. Они делают вот так. Девочки. Уху! Да, девочки забыли карту. Нашу. Мир. Да, вот чудесные картинки. Прекрасные. Там почему-то коллега наша затесалась. Вот это мне очень нравится. Резница. По-моему... Да, кому скучно в очереди в туалет, может постоять с женщиной. Да, туалет тоже шикарный. Так, ну что, пойдем к Ларисе. Собственно, дверь, как правильно говорить, в заведение, где мы были. А мы направляемся к Ларисе. Слушай, мне моя предыдущая, так сказать, фигурантка этого проекта, Татьяна рассказывала... Я правильно понимаю, что это та Лариса, у которой чебуречная там чего-то? Совершенно верно. Раньше она называлась, по-моему, страшно сказать, Педро и Гомес в гостях у Ларисы на Рубинштейна. На Рубинштейна, соответственно, она так и стоит. А это один из следующих проектов, ребят. Она больше, свежее. Там дают эти знаменитые чебуреки? Конечно. Конечно. Чебурек с вишней, чебурек с сыром, чебурек с картошкой, чебурек с мясом. Чебурек без ничего. Слушай, а вот, кстати, такой вопрос. Десять чебуреков и бутылка водки. У тебя нет ощущения, что вот эта страсть сравнивать все «Ой, ну вот сейчас мороженое не такое, как вот в Советском Союзе». У меня есть ощущение, что просто люди-то на самом деле и не помнят, какое оно тогда было. Я помню, что какое-то количество лет назад я купила себе свердловскую слойку, бутылку молока и хотела попробовать, как это было в детстве у бабушки. Не получилось. В городе появились фальшивые елочные игрушки. Они на вид точно такие же, но той же радости не приносят. Слойка, да, это святое было. Боже, сейчас ты сказал, я слойку захотел. Как так можно? Ладно, ребята, тем временем мы подходим к еще одному знаковому месту, потому что там когда-то был ресторан антибиотика из того же самого бандитского в Петербурге и находилось в Ласточке. Вот прямо вот здесь. Причем, раньше вход был вот тут, а вот где люди сидят. А сейчас вот видите, как все переделано. Здесь был вход. Ну и, соответственно, тут все происходило. Вот тебе ключи, вот тебе техпаспорт на твое имя. А мы двигаемся дальше. Вот эти... Знаменитый переход через бабку. Знаменитый. Ну ладно, бабки, я уже говорил неоднократно, но мол, лишь и подростки, которые так можно пройти. Ну, типа мне не обойти тебе совсем, но никак. читал твое интервью для РБК по поводу найма 60-летних IT-специалистов. Это нам просто повезло. Это вам повезло. Как вообще сейчас... Ну, то есть, я когда... Смотри, когда я шел учиться на Стеллера, ну, я же не знал, что я потом пойду учиться в ВУЗ, да, все мечтали быть экономистами и юристами. Все поголовно. И мне уже тогда... Был такой период, конечно. И мне уже тогда кто-то сказал, что вот погоди, погоди, пройдет время и этих экономистов, юристов и всех остальных станет столько, а Стеллеров будет не хватать. Неужели это время настало? Вероятно, да. То есть... Ну, потому что то, что нам сказал Headhunter на этой панели, на форуме труда, они сказали, что как раз это сейчас с точки зрения соотношения количества резюме и количества открытых вакансий с самой дефицитной профессией. Я, конечно, справедливо сказала, что, скорее всего, сварщики-электрики не очень сильно размещают свои резюме на Headhunter, поэтому статистика немножко искажена. Но проблема действительно есть. И вы действительно берете уже... Мы берем тех, кто соответствует необходимой квалификации. И в данном случае уже давно не принято особенно сильно обращать внимание на, так сказать, дополнительные признаки. Осторожно, Господи. Оператор вб***ался. Ну, наконец-то, наконец-то. Все, мы пришли. Да, мы, собственно, пришли. Вот у нас чебуряки и рюмочная у Ларисы. Ну что ж, заходим. Так. Сейчас посмотрим, насколько нас ждут тут. Так, Маша, ну, а теперь расскажи, почему тебе нравится это заведение? Это, наверное, одно из самых эклектичных заведений, которые я знаю. Типа Стамбул, город Контрастов. Потому что тут очень демократичная еда, есть очень демократичные напитки, но, в принципе, можно найти и менее демократичные. То есть, если вдруг в ночи тебе захотелось чебурек, то тебя здесь точно не отравят. Как рассказывал мне один человек, еще в 90-е годы, приходит он куда-то там в ларек и говорит, коньяк хороший, ему говорят, хороший, выпиваешь и не умираешь. На самом деле, здесь, на мой взгляд, лучшие чебуреки среди меня. Ну, как это говорили, лучшая передача среди моей мамы, да, помнишь, у Нагеева. Ну, наверное, чебурек мы здесь, конечно, попробуем. Да, чебурек надо будет попросить. Здесь еще, на самом деле, здесь безумно вкусный лагман и бутерброды с кабачковой икрой, с говяжьим языком, со шпротами, с селедкой. Ну, и, в общем, есть еще опция, все бутерброды по два раза. Просто прекрасно. А если, если ты случайно приехал сюда на машине и решил остаться на подольше, то вот есть вот такая штука, ушел пить джин на малине, потому что здесь еще безумное количество всяких настоек, вон там они стоят. Я, если честно, по настоекам небольшой спец, но говорят, что хороший. Ну, вот, а еще здесь, смотри, тут, у них такие, трехсловия, видишь, пчуч, кубрик, бастурма, шорт перис, кутабе, равенство, вот сам смотри, сексизм, соленье, рнб. Ну, шот пари, наша любимая группа. Чебуряки, водка, роскошь. Я думаю, что мы должны все-таки попробовать чебуряки, Чебурек, да, какой-нибудь, конечно. Так, ну, и какой? Слушай, ну, я все-таки какой-то, более-менее, классический. Баранина, говядина, сыр, картошка. Ну, давайте с бараниной попробуем. Давайте баранина, сыр и картошка. По порте, да? Да, по порте, а дальше разберемся. Попить сморф, там, вот может быть. Я смотрю так. Я знаю, что она смотрит. Что лучше подходит под чебуряки? Конечно, Игристое вену. Конечно, у меня подо все подходит Игристое вену, на самом деле. Заменитое пушкинский рецепт. Скажите, ты покрепче у нас появилась классная дистилляция на овощей, водилос мяса, самое остренькое. Смотри, а вот учитывая, что у нас уже программа заканчивается, я настойки не люблю, а им скоро будет можно. Может какую-нибудь эту самую, пятинастоечную эту штуку? Да, ну, сюда она не входит, поскольку это именно дистиллят, но настойки, правда, можно так взять. Давайте вам настойчик чуть-чуть. А что? Что понравится? Чебурековка, обязательно нужно попробовать. Чебурековка, джин на малине, но это бренд. Малин, смородина, и паричка на обыкнутых стоек, там, жавель-ананас, например. Жавель-ананас? Есть Skittles. Есть Skittles на конфетках. Skittles нет, Skittles это выше моего понимания, но шавель-ананас неинтересно. Хорошо. Это по-прежнему хреновухой есть, вот оно и парадинском хреновухой. Не, ну хреновухой я знаю, что такое, а вот шавель-ананас это что-то... Значит, джинн-малина, чебурековка, шавель-ананас, что еще? А, все, мы уже заказываем, правильно? Да, конечно. А вот огонь. Так, я не знаю, что я не знаю, а от себя лично в холодину рекомендую попробовать. Давайте. Давайте сравним как раз с другим заведением. Ну и последняя остойка осталась. Последняя остойка, ну да, хреновуху тогда попробуем вашу. Да. Потому что хреновуха это как борщ. Я тоже разно. Хорошо, значит, настойки, чебуреки. И водички без газа, пожалуйста, принесите. Хорошо. Ну, мне давайте, у вас зеленая обезьяна имеется? Мне тогда джинтоник на зеленые обезьяне. Что происходит? Зеленые обезьяне. Грин бабу, это джин такой просто. зачем вы убиваете селедку ради шуб? Да, Так, кто-то еще будет? Нет. Пока, пока хватит, а нам тут еще разговаривать, а дальше разберемся, да. Вот, смотри, чебуреки, водка, роскошь. Скажи, пожалуйста, ты ведь одно время очень активно путешествовал. Да, я просто стала путешествовать в других местах. То есть, я за последние, вот, начиная с ковида, так как я не хотела делать себе поддельный файзер, а сделать настоящий, как это, чтобы сделать настоящий файзер, нужно выйти в страну, куда пускай, только с файзером, да. Вот, я поэтому путешествовала в те стороны, где это мне необходимо, а именно по России. у нас есть что посмотреть не только на Алтай, но даже и в Ростове, в Екатеринбурге, не говоря уже о Калининграде, там, Краснодаре и так далее. Поэтому не могу сказать, что я ограничивалась в путешествиях, просто у меня сменилась география. Насколько участвует это близко? Насколько вообще позволяет график жизни? Паша, у меня младшему ребенку 7 месяцев. Последние полтора года выбрасываем. Я охреневаю. Я не могу вообще-то представить. У тебя студенты, у тебя она же купнейшая, да, в Питере сеть DIY? В Питере, да. Да, купнейшая сеть DIY у тебя, да? Но она не только у меня, я там же... Чуть-чуть? Ну, все равно, что ты участвуешь в управлении, безусловно, да. Более чем, да? Ну, сегодня в 10 утра пришла, в 5.30 вышла, на самом деле в 5.40, поэтому к тебе на 10 минут опоздала. И при этом еще у тебя ребеночек, родившийся и так далее. Я просто вот только что посмотрел этот сериал «Белый лотос», там как раз была... «Белый лотос» прикольная. там как раз вот эта мадам... мама Стифлера. Да, да, да. Ну, это понятно, что это another case, да, георгийский типа чем-то, наверное, похожий. Это можно... Можно там... Сейчас все... На самом деле очень много вышло одновременно фильмов и сериалов, которые все про это. Это «Белый лотос», «Треугольники печали», «Меню», еще что-то. Они все примерно про одно и то же, просто с разной подачей. Конечно. Ну, как ты это умудряешься? Как сказал один мой дальний знакомый, «Зачем зарабатывать деньги, если ты не можешь позволить себе посмотреть два сезона сериалов за подряд?» Ну, в общем, да. На самом деле. Хорошо. А бывало так, что ты... никак вот у тебя... Ты понимаешь, что... Какой-то там профессиональный предъявительный или преподавательский, вот реально ты... Ну, все, все, больше не можешь. Ну, все. Ну, не хочу, не могу, идите записи. Бывало, я всегда себе говорила, что нужно посчитать до десяти, вдохнуть, выдохнуть. Серьезно. Я не придумываю. О, кстати, Стасян пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Казиева. Казиева. Ну, типа того, да? Привет. Привет. Мы немножко пи-пи-пи-арим вас. Норвегия вернулась. Привет. Привет. Павел, очень приятно. Привет. Я просто в какой-то момент понял, что самое страшное, одно из самых страшных поведений в нашей жизни это ответственность. Мы согласны со своей стороны. Что она очень сильно давит. Естественно. Она очень сильно давила. А ты к этому привыкаешь? Ты просто всегда ее учитываешь и все. Ты просто едешь с ней? Я, может быть, просто в душе больше разгильдя и мне все-таки нравится. Знаешь, немножко так по планинам, как он называется. Потому что тогда с меня ответственность спала. У меня не было, конечно, такого много конечно для денег из-за тебя, но даже тот большой принцип, который я управлял время от времени, даже он представлял, но реально не врал мне. Я почувствовал себя спокойнее. Я не знаю, как это объяснить. Это вот так. И даже знаешь, у любого человека, который работает условно по найму, в рамках должностных инструкций и так далее. всегда есть основания сказать, я не виноват. Просто так получилось, это была не моя зона ответственности. Я не могу. Вот это меня бесило, что я всегда говорю подопечным. Спасибо. Смотри, какую красоту принесли. Экскурс небольшой. Это получается наша новиночка щавеля на нас. Это топ за свои деньги. Это малина. А это что, извините? чебурековка. Доматная настойка с секретными ингредиентами. Это сморозина, которую я от себя рекомендовала. хреновуха. Я попробую вот это, щавель ананас, ребята. Ну давайте. Чебурековка. Что-то я ни щавеля, ни ананаса не почувствовал. На, попробуй. за тем столом, который мы думали, за который сесть, там по выходным тоже стоит диджей. Причем довольно популярный в городе диджей. Здесь набивается куча каких-то женщин очень по-разному интересно одетых. И они все танцуют. И здесь прям толпа-толпа. почувствовал кто-нибудь из вас щавель или ананас? Дай я понюхаю хотя бы. ресурсов вот это все тянуть. Или ты не додумался? Ты же бизнесмен, у тебя же есть долгосрочное планирование. Я тоже не разглядяй, когда ты кем-то управляешь, ты не можешь расслабиться, в каких-то моментах ты себя строишь без базара. а не идеально так сказать, что для тебя это можно сталкивать даже своего рода наркотиков? то есть вот не имеется у тебя вот это и ты такая во-первых это моя работа. Любого человека если отобрать работу ему будет некомфортно. У меня много разных работ, но они все связаны с ответственностью. Как это сказать? Знаешь, все что угодно можно назвать наркотиками. Работу и семью и хобби и все что угодно. Хрен. Резки не считаешь. Ну по хреновухам я немножко могу сделать. Ну конечно ее надо пить вот так. А не как я. Или как сейчас придет Алеша Сенников, который я никогда такого не видел. Он знаешь водку пил? Он берет даду? И маленькими колотучками через трубочку т.е. как ты это делаешь? Ну какое с сбило меня в смысле это вещь? Про ответственность. Ты знаешь, как я справляюсь с грузом ответственности? когда ты уже нагружен как это снимите его с тебя и ты улетишь случайно в космос. Может быть тебе там нечего делать. Зачем? Как ты справляешься с хейтом? Я его поддерживаю. Ты его поддерживаешь? Ну не будем лукавить в твою сторону. Я абсолютно выкрошу мою сторону очень много его. В твою еще больше. А женского пола Б успешное С Ты естественно все что ты имеешь это все от папы. Конечно. Это же даже не оговаривается. Тут даже без базара. Подожди я же тебе рассказывала что как сказала мне одна моя подруга если бы не было такого папы сказали бы что ты просто спишь с начальством и все. Есть такая небольшая специфика в Российской Федерации. Она на самом деле с теми людьми с которыми ты постоянно контактируешь она очень быстро пропадает когда они начинают с тобой постоянно общаться хоть по бытовому какому-то основанию хоть по работе ну а все кто там неизвестно где ну а что ты с ними сделаешь ну у тебя есть ну смотри представляешь сколько хейта у какого-нибудь там человека который еще и политикой занимается или общественной деятельности или артиста и так далее да 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 сколько хейта у С с сыром прекрасно приятно чебурек 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 ну у тебя есть какая-то ну просто я сейчас готовлю курс для гидов хорошо честно меня тоже эпизодически бомбит ну попить потому что люди креативные знаешь вот есть какие-то стандартные паттерны ты к ним привык у тебя уже мозоль наросла на этом месте и тебе фиолетово но всегда же появляется кто-то кто придумает что-нибудь новенькое чего-нибудь чего-то вообще не ожидал чего-нибудь максимально дикое еще что даже вообще никакого отношения в принципе к близкой реальности не имеет но при этом опять же мы возвращаемся к тому что большое количество людей не умеют верифицировать информацию это интересная история начинает куда-то расползаться ну а что делать и она же как снежный ком одна бабка оказала и понеслась ну смотря до какой степени креативно было придумано ну и плюс если просто технологически то у меня установлены мониторинги на все упоминания меня где угодно в соцсетях в телеграм-каналах и так далее если я вижу что-то критическое то мы начинаем это отрабатывать заказухи бывали конечно и анонимки бывали и заказухи бывали и проплаченные публикации бывали что только не бывало но у тебя у меня до сих пор еще есть вера в как бы правильные нормальные человекопонятные средства массовой информации которые пока еще к счастью обладают большей упоминаемостью цитируемостью большими охватами и все-таки если просто там смотреть в общем и целом то весь этот негатив заказуха вранье и так далее оно все-таки идет чуть-чуть вторым эшелоном это единственное что пока утешает но к чему мы придем дальше совершенно неизвестно мы сейчас уже начинаем про интернет-технологии говорить что есть ресурсы которые обладают с большим весом и которые с помощью СЕО повторюсь я все еще верю в то что те которые у нас сейчас есть те у которых больше и больше веса они все-таки еще по нашим старым каким-то журналистским телевизионным и прочим технологиям хотя бы на автомате информацию проверяют и стараются сделать ее чуть более-менее корректной потому что то что вот идет откровенный мусор там просто человек сел там не знаю может дунул может выпил и написал какую-то ересь или куда-то ее бросил ну что с этим делать это что ты так не сделаешь ну что ты не сделаешь это фон это шум пусть будет шум пошумим у тебя нет каких-то ну я не знаю не универсальных советов как справляться людям которые только с этим столкнулись потому что я знаю много людей которые боятся выходить сначала поплакать это обязательно поплакать ну что мы сейчас будем обсуждать с собой законы пиара если против тебя вкинули какой-то лютый узыв и негатив нужно найти нормальный информационный повод и запись это позитивом нет я говорю твои психологические отношения мы не прав по технологии пиара мы уже просили у тебя три гернула ну допустим ты поплакала а если тебя не отпустило ты поплакала ну понятно сейчас уже не плачу что-то уже да просто злюсь просто злюсь ну или думаю до какой степени распространенная информация может оказать влияние вот ты ты идешь к парадной красивое нарядное с днерождения в красивом розовом платье а там сидят бабушки проститутка как к этому относиться ну да ну если по штампу попробуй чебуречную она похожа чем-то на королавую мэри да кровавую мэри я вам сейчас это еще не переведу это сладенькое что-то должно быть огонек а вот это значит что-то смородное прекрасное хочу сказать что при навухе не очень это я вообще не понял ну это понятный стандарт но эти прекрасные да именно поэтому здесь только народу даже во вторник на любой вкус у нас тут коллеги по цеплу экскурсионного так ну что Мария я предлагаю приступить к еде она наверное с тобой сказать не будем чавкать прямо потому что это очень вкусно придется чавкать если чавкать значит друзья мои ну во первых я сейчас делаю вашу карту потому что я кончу вам скажем за кадром а во вторых пожелаем Марии удачи на бизнес личном преподавательском и всех остальных фронтах вот хотя конечно это человек бывалый но доброе слово немножко приятно мяу сейчас мы поностальгируем может быть как это было господи сколько лет назад когда ты пришла в газету Гаудамус я пришла в газету Гаудамус нет я не пришла сначала написала что газета у вас неправильная пишите вы всякую фигню вот мне Олег написал девушка ну если у вас какие-то идеи приходите на планерку в конце концов я и пришла и она пришла и осталась и потом пошла 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 потом злопится злоп этот канал ну а вы соответственно пишите комментарии мы туда увидимся пока